Украинские спасатели начали разбор завалов на месте драм-театра в Мариуполе. Здание служило убежищем для сотен горожан, оставшихся без крова, прежде всего для женщин и детей. Оно было разрушено в среду вместе с бассейном, который также использовался для размещения мирных жителей. По данным Горсовета и правительства Украины, эти и другие гражданские объекты разбомбила российская авиация. Москва заявляет, что здание взорвала украинская нацгвардия. Число погибших в театре и бассейне пока неизвестно. Российские войска блокируют и обстреливают Мариуполь уже 16 дней. Местные власти сообщают, что разрушено около 80% жилого фонда, а счет убитым идет на тысячи. На ситематические обстрелы и бомбардировки жалуются и власти Чернигова на севере Украины. «Мы несем большие потери. Буквально вчера в городские морги поступили 53 тела наших граждан, которые погибли, были убиты российским агрессором. И за каждого нашего гражданина мы будем мстить и убивать». Российское вторжение на Украину продолжается уже три недели. За это время Москва не заняла ни один крупный город, за исключением Херсона. В Кремле и Министерстве обороны настаивают, что все идет по плану. Официально стороны не раскрывают свои потери. В Киеве говорят, что ожидают перехода к позиционной войне в течение ближайших двух недель. Стратегической задачей главнокомандующий украинских вооруженных сил Валерий Залужный называет оборону Киева. Столица частично блокирована. Российские войска ведут бои за небольшие населенные пункты в Киевской области. Ракеты и снаряды взрываются и в жилых кварталах Киева.